Все, поехали. Ставлю прибор. Пробираю, проверяю. Сырые ноль, значит здесь две десятых где-то. Биение две десятых и наклон направлен в эту сторону. Сейчас что делаю. Ставлю рабочую фрезу. Естественно берет здесь. Ставлю угол с пятнадцатого. Я их немножко больше обрабатываю по внешнему краю 15-30 градусов. Шестьдесят. Шестьдесят не увлекаюсь. Ручную работу не заменишь ничем. Ручной труд самый дорогой. Посмотрел ширину рабочей фаски. Вижу подъем, сместился в эту сторону. Ставлю рабочую. Чуть-чуть помогаю. И третий градусной фасочкой не даю расшириться рабочим. Тоже слегка. Прибор ставлю ноль. Нет, немножко. Немножко показывает. Сместился, переместился. Подъем. Я чуть-чуть помогаю пальцами. В то место, которое выше всего преобладает. Или выше, наименьший радиус. Все. Перехожу ко второму седлу. Второе седло. Снизу ставлю прибор. Ноль. Ого. 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 Здесь полмиллиметра перекос. Вот это да. Это очень характерное седло. Я механизирую свой труд. Ого. Ого. Здесь твердое седло. Здесь взял, а здесь даже не тронуло. Снова 60 градусов. Чуть-чуть помогаю этой стороне. 15. 30. 45. Здесь слишком большой был перекос. То это не повторяется. 15. Не делаю. Делаю 30. 15. Была зачистка вокруг седла. 30-60 градусов. Тем самым я выравниваю рабочую фаску. И на финише снова фрезу с самыми свежими ножами. 5. 5 ножей. Ширину рабочей фаски проверяю. Порядка полутора. 1,7 миллиметров. Все. Он меня устраивает. Все. Попал. Прибор. Ноль. Здесь перекос небольшой. Здесь две десятых. Вот высокое место. Чуть-чуть фрезу сюда наклоняем. Рабочую фаску. Рабочая. Потом 60. 60 внизу. Не увлекаюсь. 60. Увлекаюсь. 15. 30. И 30. Рабочую. Пятю ножами. Ширина рабочей фаски. Снова ноль выставляю. Попал. Попал. Попал до одной сотой. Не всегда так получается. Но опыт. Руки. Посмотрим сколько здесь будет. Сколько прибор покажет по этому сведлу перекос. Здесь будет большой перекос. Это страшная втулка была. При восстановлении. Нет. Четыре десятки. Здесь было пять десятых. Странно. 15 градусов. Чувствую алюминий берет. 30 градусов. Не должен за алюминий цепляет. Должен так отрегулировать. Да? Не берет алюминий. Так отрегулирует ножи, чтобы они не трогали алюминия. Иначе алюминий потянет. И будет отклонение от оси. Что мы имеем? Очень чувствительный перекос. И это место, где самый большой радиус был. Здесь прогары. Здесь конечно же хороший металл. То есть усадку сюда мы не сделали. Мы убрали только металл. Тот металл который сгорел. Тот лишний металл который преобладал. То есть минимум металла. Тот металл мне не очень нравится. Я думаю, что это был дефект производства. Тот не вывел. Вот самое высокое место. Но сейчас здесь. Беру рабочую фрезу. И слегка наклоняю эту сторону. Бучки. Смотрю ширина. В результате наклонения ширина рабочей пласки должна быть одинакова со всех сторон. Она сейчас немножко шире вот с этой стороны. Теперь я верхний. Тоже самое. Это дефектное седло. Дефект производства. Я повторяю. Здесь втулка была никакая. Я с трудом ее вытянул. Еще немножко 30 градусов по рабочей. Работа. Нормально. Да, ширина с обеей сторон. Терпимо. Теперь смотрю. Нет. Еще не вывел. Вот высокое место. Где оно сейчас? Уже в этом месте. Я не вывел за счет того, что нижнюю фаску не трогаю. Сейчас относительно этой оси. Нижняя фаска у меня одинаковая. То есть я уже ее обработал. Иначе рабочая где-то будет шире, где-то уже. Если шире или уже рабочая фаска, отклоняйтесь. Уженение фрезы будет и не будет точной обработки. То есть от толстой отклоняется больше. Осталось где-то 1 сотая. Дайте эту соточку уберу. Она уже здесь. Все. 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 Немного вклазки на клапан. Вот. Так. Сейчас возьми. Попало. Что-то попало во втулку. Втулку-то я подогнал по-клапану. Прецессионная. Там где-то одна. Ну не одна. Две сотки. Разница в размерах. Стружка или что-то попало во втулку. Есть второй вариант. Клапана. Здесь два комплекта клапанов. Они все ни одного диаметра. Я подгонял вначале втулки под. Так, кстати, очень хорошо. Наверное, этот клапан немножко толще, чем предыдущий. Хорошо. Я его пущу. А, черт возьми. Пущу его в эту втулку. Добавлю пасты. Сейчас за мной проверим. Втулки. Нет, это не грязь. Это клапана разной толщины. Вот и имеем. Одну сотку разницы в размерах. О, сюда он не лезет. Это интересно. Что мы делаем? Я вам говорил о скотч брайте. Сейчас я его продемонстрирую. Первое, что мы делаем, это попытаемся пополировать ножку клапана. Смотрим, что мы делаем. Может быть, на ножке клапана есть какие-то неровности, из-за которой этот клапан не хочет подходить во втул. Да, так оно и есть. Но все равно этот клапан немножко толще, чем остальные. Снова добавлю пасты. Давайте 4 клапана подгоним. Надо тщательно посмотреть, клапан не гнутый. Новый клапан, все может быть. Все по-нормальному, надо было обработать его рабочую фаску. Прибор был настроен на этот клапан. Где-то 1 сотка. Будем считать нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Головку помыть надо будет, помыть и очистить от сажи. Лучше это делать, чистку от сажи до того, до всей работы. Ну, что я еще делаю? Оттачу выпускника одна, оттачу снимаю. Он прикален по внешнему краю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А у этого клапана была тарелка немножко смещена в одну сторону. То есть я когда снимал, я сейчас сделал поясочек очень строго относительно, вот этот поясок, строго относительно полученной рабочей фаски. Все, узел готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...